Это видео пыток ярославского заключенного. Сотрудники колонии бьют его дубинкой по пяткам, льют на голову воду, оскорбляют и сбивают. Ролик вызвал всеобщее возмущение. Возбуждено уголовное дело. В избежание повторений у ФСИН России обязал установить наблюдение во всех исправительных учреждениях. Это уже Барнаульская колония. Любую проверку фиксируют на нагрудные регистраторы сотрудников, чьи действия отслеживают уже стационарные видеокамеры. Скрыть что-либо сложно. В этом учреждении, где сейчас находятся осужденные за кражи, наркоманию, насилие и убийство, камеры установили 12 лет назад. Они во всех без исключения помещениях и к ним уже привыкли, говорит заключенный Игорь. Он под двойным контролем работает за станком. Я думаю, что везде за нами следят. Это работа, камеры облегчают, наверное, работу сотрудников, за порядком следить. Я это все прекрасно понимаю. Как говорят в администрации колонии, видеоконтроль дисциплинирует и надзирателей, и заключенных. Первые четче выполняют обязанности, вторые соблюдают режим. Одним словом, большой брат следит, вернее, сестра. Ирина Черкасова осматривает картинку со ста стационарных камер и двух купольных с охватом 360 градусов. Нарушение заключенным распорядка дня – повод к быстрому реагированию. Сейчас у них это время личное. Они ходят по сектору отряда. А кулаки у них не чешутся? Нет. Видео хранят не менее 30 суток. Оно выручает в случае происшествий. Так, за первые полгода в стране зарегистрирован 61 акт насилия в отношении надзирателей. Один из таких произошел на Алтае в прошлом году. Осужденный, содержащийся в строгих условиях отбывания наказания кипятком плеснуло сотруднику в лицо. Естественно, весь этот факт был зафиксирован и в стационарном видеокамере, и носимым видеорегистратором. И в последующем со всеми материалами было передано в Следственный комитет. Всего на территории краевых колоний и следственных изоляторов установлено 2000 видеокамер. И, возможно, их станет еще больше в рамках федеральной программы по установке видеонаблюдения. За полный контроль без мертвых зон выступает общественная наблюдательная комиссия. За первые полгода она приняла почти 600 жалоб на условия содержания заключенных. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости.